Приветствую вас! Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Что делать, если тотально не везёт ни в работе, ни в личной жизни? Меня зовут Мила, мне 26 лет. Что делать, если тотально не везёт ни в работе, ни в личной жизни? Другие или замужем, или есть карьера. У меня ничего не получается, имею только высшее образование, которое удалось получить со второго раза. Первую специальность на втором курсе пришлось сбросить. По специальности новая не работаю, пытаюсь найти, но не получается. Работаю секретарём и в качестве подработки пишу работу для студентов. Работа меня сильно выматывает эмоционально и физически, постоянно нахожусь в напряжении. Привыкла стараться выполнять любую работу идеально, особенно напряженная из-за того, что затраченные ресурсы не соответствуют материальному вознаграждению. Живу от родителей отдельно, год, переехала в другой город. В личной жизни тоже не везёт. Пытаюсь знакомиться, общаться, но попадаются или парни, которые объективны и по-хамски себя ведут, или парни, которые рассматривают меня только как интимный объект. Если происходит случай, когда вроде бы всё идёт к серьёзным отношениям, и ты думаешь, вот он тот сам, и в итоге опять ничего не получается. У меня начинает хватать, и я думаю, что может мне вообще лучше не пытаться строить отношения. Я симпатичный, ухоженный, интеллектуально развитый, умею поддержать беседу хозяйственной и воспитанной. Ну, смотрите. Во-первых, то, что вы описываете, да, создаёт некоторую вот такую вот, что называется, дихотомию, так скажем. Что такое дихотомия? Это несоответственно. С одной стороны, вы говорите о том, что вы гиперответственны. С одной стороны, вы говорите, что вы гиперответственны. С другой стороны, вы как бы пишите, что у вас не получается, значит, то не получается, другое, ну, как бы вот, вы не можете, там, то одно, то второе, да, ну, как бы, ну, как бы сделать, вот. И здесь как-то вот складывается такое вот впечатление, по крайней мере, у меня, что, во-первых, у вас к себе очень высокие требования, то есть, что вы, ну, вот, к себе, к себе слишком строгие, вот. Это первое. Второе, это то, что вы, ну, как бы, не замечаете того, например, что вам, ну, чего вам хочется, вы не замечаете того, что вам нужно, вы, может быть, где-то игнорируете себя, да, ну, где-то, вот, я имею в виду, там, в каких-то моментах вы себя игнорируете, да, и так далее. То есть, вот, так это здесь можно идентифицировать. То есть, эм, то, что вы, то, что вы описываете, то, что вы описываете, может быть, эм, именно вследствие того, что у вас такая вот идет, эм, 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 диссоциация. Вы говорите о том, что вам, эм, пришлось бросить, эм, ну, как бы, эм, первое образование, ну, первое образование вам пришлось бросить, вы говорите об этом. И, на мой взгляд, эм, вот, самое такое, эм, тревожное, что можно, что можно вот выделить, здесь, эм, это то, что именно пришлось. То есть, как будто бы вас заставили. Как будто бы это не ваш выбор был, а, как будто бы кто-то за, кто-то за, кто-то за вас решил. Понимаете? Какая ситуация. И вот это, наверное, эм, эм, и это особенно, что вы, э, с одной стороны, э, стремитесь к идеальности какой-то, эм, и пытаетесь сделать, сделать, сделать все идеально. Пытаетесь, эм, э, идеально сделать любую, любую работу. Но, эм, эм, в процессе, в процессе этого неизбежно, эм, забываете, эм, например, про себя. В процессе этого вы неизбежно теряете себя. В процессе вы неизбежно, э, э, начинаете себя игнорировать и приносить себя в жертву. Вот. Вы приносите себя в жертву, э, э, тому, что делаете. Получается. Получается. И, э, собственно говоря, эта жертвенность э, 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 и чувствуется мужчинами. И по этой причине э, 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 вам э, очень тяжело выстроить отношения. Э, 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 на мой взгляд, по крайней мере, по крайней мере. Э, э, еще один важный момент, это, э, э, цель. Вот вы, такое ощущение, да, что, например, отношения хотите построить не столько, вот, ну, просто потому, что вам, что, кто-то, кто-то понравился, на, на, например. А, э, такое ощущение, что вы хотите построить отношения и, э, э, только потому, что, э, э, есть эти самые отношения у, ну, у других людей. Вот. И руководствует лицу и примерно следующей такой позиции, что вот у других отношения есть, пусть будут и у меня. То есть, э, э, ну, это, э, позиция, которая, к сожалению, э, ведет в никуда, а самое главное, э, не совсем корректно э, э, выставляет вас, во-первых. То есть, не совсем, не совсем, э, в том, э, ну, в не совсем том, э, свете вас оставляет. И, э, 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 притягивает к вам, э, людей, э, э, ну, соответствующих людей, к сожалению. Вот. И в этом смысле, э, э, получается, что вы, вот, как раз таки, э, э, и страбаете. Вот. Понима, понимаете, да? Как, как, э, э, какая штука в данном, ну, в данном случае происходит. Поэтому я бы не, я думаю, что вам это нужно корректировать, корректировать. Вот. Я думаю, что вам, э, э, нужно, э, в этом направлении, вероятно, работать. И тогда, э, 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 ну, ситуация, э, э, повторяться уже не будет. Вот. То есть, в первую очередь, э, 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 необходимо более, э, так скажем, э, постараться более, э, э, ценностно к себе относиться, нежели чем вы относитесь сейчас, сейчас, да, э, э, перестать, э, приносить себя в жертву, как вы это делаете сейчас, например. Вот. И более прислушиваться к себе. Вот. И более прислушиваться к себе. Вот. А сейчас вот всё так выглядит, что вы просто считаете себя не достойны, не достойны никого и ничего, э, 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 и просто на людей, э, ну, 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 например, э, смотрите, э, ну, хоть кто-нибудь, вот, э, как бы, там, примите меня, да, обратите на меня внимание. Э, э, ключик к раскрытию этой ситуации лежит в следующем. Когда вы говорите, э, вот тот сам, тот самый, вот, вот тот самый, да, вот этот тот самый вам нужен для чего, вот этот вот тот самый, вот, э, чего вам хочется, вот, когда вы говорите про того самого. В чём вы нуждаетесь в этот момент, когда говорите, вот, про того самого. Вот если вы, э, э, сможете себе честно на этот вопрос ответить, если вы сможете, э, э, честно к себе, вот, так скажем, прислушиваться, да, вот, не отвергая этот вопрос, например, то я думаю, я думаю, что как минимум вам станет несколько более понятна ситуация, в которой вы оказались, вот. По крайней мере, на мой взгляд, это выглядит именно, именно так. Самый лучший способ решить проблему, это пойти на психотерапию, потому что у вас, у вас разные, разные, э, сферы, то есть в разных сферах есть сложности, я думаю, что проблема одна, но это ещё нужно, конечно, доказать. Вот, то есть, ну, 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 то есть это нужно ещё убедиться в том, что действительно, э, проблема одна, вот. И чтобы это сделать, нужно как раз таки вот, э, э, с вами пообщаться, пообщаться. А сейчас, как вы понимаете, сделать этого мы не можем. Поэтому всё, что можно сказать, это из области предположения. Вот. Ну, эм, чтобы не быть голословным, вот, я постараюсь несколько детально и сейчас вам ответить. Вот вы пишите, э, э, социально не везёт ни в работе, ни в личной жизни. Что делать? Анализировать своё поведение. Других замужем или из карьеры. Вы сравниваете себя с другими, большая проблема. Это может быть и проявление нарциссичности. У меня не получается. То есть, э, вы что-то делаете, ориентируясь на других и игнорируя свою собственную позицию и свои особенности. Имею только высшее образование, которое удалось получить со второго раза. Первый специально в присутствии бросить. Э, понимаете, э, причина, по которой присутствия бросить, очень важна. Разочаровались или пошли не по своей воле. Э, по специальности новой не работаю, пытаюсь найти, но не получается. Ну, тут тоже нужно смотреть, что именно вы делаете. Работаю секретарем в качестве подработки, пишу работу для студентов. Работа меня сильно выматывает. Какая работа? Э, первая, основная или подработка? Вот. В официальном напряжении, да, привыкла сразу выполнять любую работу идеально. Вот это синдром отличницы, комплекс отличий от личницы. Особенно напряженные изготовления и отраженные ресурсы не соответствуют материальному вознаграждению. Э, э, здесь вы демонстрируете, э, отсутствие, э, навыка работать не только на результат. Результат важен, важен, но это не единственное. Результат не единственное, на что можно и нужно обращать внимание в процессе своей работы. Ведь совершенно очевидно, что есть еще и ценность деятельности, которой вы занимаетесь. Я имею в виду личностную ценность, которой вы занимаетесь. Есть ли она у вас? Большой вопрос. На мой взгляд, ну на мой взгляд ее нет. По крайней мере здесь это не чувствуется. Вот. Материальное вознаграждение это хорошо и здорово, но повторюсь. Это не единственное, на что можно и нужно обращать внимание. Вот. То есть, иными словами, вы себя объединяете тем, что ориентируетесь только на результат. Вот. И, скорее всего, косвенно это может являться основанием для того, что вы не удовлетворены. Вот. Здесь, эм, такой, своего рода замкнутый круг, когда человек вроде бы как хочет денег, да, например. Но деньги ему нужны из ощущения им своей, допустим, ну, недостаточной, по его мнению, ценности и ситуация закольцовывается. Вот. Ситуация вот именно, именно закольцовывается, как бы, ну, вот, в себе. Таким образом, таким образом. Вот. И в итоге человек не получает, не получает, э, того, того, что он хочет. Понимаете, да? Дальше. Идём. Э, живу отдельно от родителей и переехал в другой город год назад, то есть, когда вам было 25 лет. Да? Э, как вы считаете, много это или мало? Большой это срок или не очень? Это важно, потому что, если, например, по вашим ощущениям нужно было это сделать раньше, то, э, очевидно, были причины, по которым вы это не делали. Это требует своего внимания, вот, потому что, возможно, идёт достаточно серьёзная привязка к вашим родителям. То есть, то есть, то есть, не самостоятельность психологическая и, как, например, следствие, э, стремление через идеально сделанную работу добиться какого-то одобрения и, ну, подтверждения, например, э, своей, ну, своей ценности, да, своей, там, условно говоря, самооценки и так далее. Вот. Это бы объяснило, почему вы сталкиваетесь с такими трудностями. Далее. В личной жизни тоже навезёт, пытаясь знакомиться, общаться. Э, ну, опять же, вопрос, как именно вы пытаетесь знакомиться и как вы пытаетесь общаться. Нужно смотреть, какую мысль вы транслируете, э, людям. Ну, в данном, в данном, в данном случае, мужчинам, например. Вы, например, можете думать, что вы транслируете, там, что-то одно, да, а по факту, получается, что мужчина, там, слышит совсем другое. Ну, или если вы, ну, ощущаете, например, э, себя жертвой, вот. Если вы чувствуете себя жертвой, допустим, то, естественно, вам будут попадаться люди, которые, вот, эта жертва, условно говоря, нужна. Вот, то есть вам, вам не будут попадаться, э, попадаться другие люди, вам не будут, э, встречаться другие мужчины. Э, э, ну, вот, к сожалению, это, как правило, именно так работает. Дальше, э, значит, э, ведут себя по-хамски мужчины или как к интимному объекту относится. Это вы обоцениваете себя. И, э, если происходят случаи, когда вроде бы все идет с серьезным отношением, ты думаешь, вот он тот самый, в итоге опять ничего не получается. Ну, во-первых, почему не получается, вы, вы не описываете, не раскрываете. А почему не получается, что именно не получается? Это первое. А второе, э, вот, а серьезные отношения, это вам вообще-то зачем? Вот. Ну, то есть, как бы, вот, для чего вам они, серьезные отношения? Э, вот, э, вот это, пожалуй, такой, э, довольно важный момент, я бы сказал. Ну, то есть, одно дело, если, э, серьезные отношения вам нужны, ну, вот, как бы понятно, что любой, любой человек хочет и хочет, э, серьезных и серьезных отношений, это нормально. Вот. Но, в вашем случае, как мне кажется, вы именно, вот, э, ну, прямо, прямо-таки, скажем, э, нацелены на серьезные отношения и, прям, вот, вам, э, прям, к этому вы, что называется, э, ну, тяготеете, да, прямо этого хотите очень сильно. И, вот, на мой взгляд, э, как бы, нужно, э, ну, на это обратить, обратить вам, э, свое внимание, как мне кажется. Вот. Вот. То есть, э, вам нужно именно задать, задаться вопросом, да, э, для чего мне серьезные отношения. Вот. Э, не в том смысле, понимаете, не в том смысле, чтобы от них отказаться. А, в том смысле, чтобы, вот, ну, какую, какую лично я, вот, проблему-то решаю, э, через, вот, свое стремление к, к, ну, к отношениям. Э, э, серьезно. Вот. Вот. Потому что, например, на мой взгляд, да, например, например, на мой взгляд, вы пытаетесь, э, сделать что? Вы пытаетесь, э, вот, э, таким образом, э, себя обезопасить. Вот. То есть, вы пытаетесь, э, э, дать себе, э, э, ну, какое-то, вот, э, чувство, да, защищенности. Вот. Вы пытаетесь, э, э, комп, комп, ну, компенсировать, как бы, э, вот, э, свою, э, свою незащищенность. Свою уязвимость вы пытаетесь, э, э, ну, вот, таким образом, э, э, как бы, э, э, компенсировать. О, понимаете, да, какая штука? А, кроме вас, этого, вот, все равно, э, никто не сделает. То есть, это можете сделать только вы. Э, э, понимаете, да, вот, поэтому, вот, э, крайне, крайне важно, как раз, э, вам обратить, э, внимание на этот аспект. На, именно, вот, на то, что вы пытаетесь решать какую-то свою проблему. О. Ну, и, конечно, вот, а, собственно, почему не получается, то есть, вот, ну, что, что мешает, вот этот, этот, э, момент, то, что вы не раскрываете, это тоже, вот, ну, вот, э, э, в какой-то степени, да, немножко, ну, ну, немножко настораживаю. То есть, казалось бы, если, там, что-то не получается, да, то нужно, ну, разобраться, вот, нужно разобраться. Что не получается, из-за чего не получается, вот, потому что, ну, есть же, есть ведь причина. Вот, а вы, как-то, вот, этот момент упускает из виду, вот, понимаете, да? Вот, при этом, э, поймите меня правильно, как бы, э, ни в коем случае я не пытаюсь вас ни в чем обвинять, вот, ни в коем случае. Я просто, вот, в данном, э, ну, в данном ключе говорил именно о, э, такой вот, э, цельной картинке, э, ситуации. Вот, вот, и, как бы, не хочется оставлять вас полностью без, э, ну, без рекомендаций, да? Ну, и материалов для анализа тоже не хватает, вот. Я бы сделал предположение, что вы себе, вот, просто, ну, не доверяете, как, как, ну, вот, если вы просто, вот, как-то, себя обесцениваете и пытаетесь это компенсировать. Вот, 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 именно, другими, ну, другими, людьми, да, с, серов, э, отношения, вот, такого рода. Ну, получается, не очень получается, вот, и от этого вам плохо. Вот как-то так, я думаю. На этом всё, я надеюсь, что вам было полезно, надеюсь, что вам было интересно, то, что я здесь вам сказал, то, что я вам здесь наговорил, вот, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, это позволит начать работу над собой. Обратная связь нужна в первую очередь вам для формирования базовых постулатов для психотерапии, то есть для того, чтобы вы могли начать её для формирования базовых каких-то вот направлений для неё, для психотерапии. Обращайтесь за помощью обязательно, всё можно решить. Вот. Всего вам доброго, удачи, вы большая, молодец, что просите вам помочь. Спасибо. Спасибо.